Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами попаркотекуемся в двадцатом задании. Будем совершенствовать умение ставить знаки препинания в предложении с разными видами связи. Но для начала проверим, ставим ли мы ударение в словах правильно. Поставьте ударение. Понявший, черпать, балованный, наживший, доверху, да нельзя, загнутый. Запомните, как ставится ударение в данных словах. Итак, напоминаю вам, что в двадцатом задании нужно расставить в сложном предложении с разными видами связи знаки препинания. Рассмотрим следующее предложение. Ребята, для того, чтобы правильно расставить знаки препинания, не спешите вообще никогда сразу ставить знаки препинания. Сначала нужно выделить грамматическую основу, что мы с вами сейчас и сделаем, найти главные предложения, найти придаточные части и только потом решить, где и на каком месте нужно что ставить. Он хотел уверить себя, что никакой опасности нет и что верховые по дороге просто померещились мальчику от страха. И хотя ему удавалось на короткие минуты обмануть ум ребенка, но в глубине души он ясно чувствовал приближение неотвратимой трагедии. Давайте найдем грамматическую основу и предикативные части предложения. Хотел уверить, что сделать? Кто хотел это сделать? Он. Так, он хотел уверить себя. В чем? Что никакой опасности нет. Нет чего? Опасности. Так, еще в чем он хотел себя уверить? Мы сразу видим, да, что задаем вопрос, тот же самый вопрос, что верховые по дороге, по дороге померещились. Верховые померещились мальчику от страха. Заканчивается здесь второе предложение. И хотя ему удавалось на короткие минуты обмануть, какие здесь сказуемые, удавалось обмануть ум ребенка, так, но в глубине души он чувствовал, чувствовал приближение неотвратимой трагедии. Сколько же у нас предложения? Он хотел уверить себя. В чем он себя хотел уверить? Первое предложение. Мы задаем вопрос предаточной части, что никакой опасности нет. Видим союз и. Когда вы видите союз и, всегда вспоминайте и думайте, какую функцию он выполняет. У него три функции. Присоединительная. Он может соединять однородные члены предложения. Если он одиночный этот союз, смотреть и радоваться, то мы между этими словами и перед союзами запятую не поставим. А еще союз и может соединять части, практикативные части сложно сочиненного предложения. В этом случае мы обязательно поставим запятую. Поэтому никогда не торопитесь ставить запятую перед ним. И что еще? Хотел уверить в чем? Что верховые по дороге просто померещились мальчику от страха. Обратите внимание, в данном случае союз и объединяет две предаточные части. Значит, на этом месте мы запятую не поставим. Вот здесь поставим запятую обязательно. Дальше у нас заканчивается и мы ставим здесь запятую, потому что мы закрываем предаточное предложение. Что мы видим? Встречу двух союзов. А есть ли вторая часть? Есть. Значит, поставим запятую на месте цифры пять. Таким образом, у нас с вами пять предложений. Пять предложений мы с вами увидели, что связь здесь тоже совершенно разная. Следующее предложение. Было время прилива. И когда с моря стремительно набегали волны, ветер срывал клочья пены с их гребней, которые один за другим рассыпались веером мелких брызг. Давайте найдем грамматическую основу и посмотрим, сколько здесь претикативных частей. Было время прилива. Так. Дальше. Когда с моря стремительно набегали волны, волны набегали. Вот еще одна часть, да? Мы видим союз когда. Так. И видим, что это временная, временная, временная предаточная часть. Так. Ветер срывал клочья, ветер срывал клочья пены с их гребней. Так. С гребней каких? Которые. Сразу видим придаточную часть, да? Так. Которые один за другим, что делали? Рассыпались веером мелких брызг. Так. Посмотрите. Где же нам нужно ставить запятые? Было время прилива. Посмотрим. И. Союз И видим. Так. И видим еще одно предложение. Ветер срывал клочья пены с их гребней. Мы видим здесь два, две претикативные части, которые связаны с сочинительным союзом И. Можем вот так вот нарисовать, чтобы нам было понятно. Когда мы рисуем схему, нам более ясно становится, да? Сочинительная связь. Было время прилива. И ветер срывал клочья пены с их гребней. Посмотрите, как далеко стоит этот союз И. Мы видим два союза ряда. Нужно ли ставить здесь запятую? Между И и когда? Зададим вопрос. Ветер срывал клочья пены с их гребней. Когда? Когда с моря стремительно набегали волны. В этом месте нет у нас второй части союза. Поэтому мы запятую поставим. Обязательно поставим. Так. Один, два. И не забываем в этой части поставить. Потому что мы можем это предложение придаточное времени поставить в другое место. Так. И дальше. Ветер срывал клочья пены с их гребней, которые один за другим рассыпались веером мелких. Посмотрите. Получается, что от второго предложения, вот у нас первое, вот у нас второе главное такое предложение, да? Мы задали, оказывается, два вопроса. Когда? И какой, да? Который. То есть, получается, у нас здесь комбинированная связь. И сложно подчиненное предложение есть, и сложно сочиненное. Сочинительная связь и подчинительная связь. Следующее предложение. Когда художник жил в Крыму, он все свое время посвящал созерцанию картин природы. И если погода располагала к прогулкам, часами изучал на морском берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другое волн. Очень, ребята, интересное предложение. Найдем главное. Главное будет второе. Он все свое время посвящал созерцанию картин природы. Видим союз им. И что еще он делал? Изучал на морском берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другой волн. Вот оно у нас получается, это главное предложение, оно разорвано. Сдаем вопрос. Он посвящал созерцанию картин когда? Когда он жил в Крыму. Ставим запятую. Дальше. Перед союзом и в данном случае мы запятую ставить не будем. Почему? Потому что главное предложение, оно у нас разорвано. И есть у нас однородные сказуемые, поэтому мы здесь не ставим. А здесь вот разорвано чем у нас? Так, предаточным условием. Посмотрите, он часами изучал при каком условии, если погода располагала к прогулкам. Второй части союза здесь нет, поэтому между этими союзами мы поставим запятую. Тогда получается у нас еще одна часть предикативная, та, которая зависит. Если. Еще одно предложение рассмотрим. Снег засыпал следы путников, и стало ясно, что если снегопад не прекратится к ночи, то обратную дорогу придется искать с трудом. Находим грамматическую основу. Снег засыпал следы путников, и стало ясно, безличные глаголы у нас, само по себе действие происходит, что стало ясно, что если снегопад не прекратится к ночи, то обратную дорогу придется искать с трудом. Обратите внимание, мы видим стык союзов и видим вторую часть. Тогда запятую мы поставим вот здесь вот, потому что это два предложения, связанных с сочинительной связью. Стало ясно, что если снегопад не прекратится к ночи, то обратную дорогу придется искать с трудом. Таким образом, ребята, чтобы правильно выполнить это задание, необходимо выделить грамматическую основу. Нужно найти границы предложений, обратить внимание на союз И, и посмотреть, есть ли стык союзов, есть ли у этого союза вторая часть. И только потом принимать решение, в каких местах нужно поставить знаки припинания. Помните, пожалуйста, что в данных предложениях может быть комбинированная связь. Это может быть и сочинительная связь, и подчинительная связь. И еще один момент не забывайте, что главное предложение может быть разорвано предаточным. Желаю вам успехов в этом задании. Субтитры создавал DimaTorzok